Вчера министр внутренних дел заявил, что в ближайшее время в Украине не будет бандитов, а мясо будет стоить 20 гривен. Знаете, население отказывается и их масса бандитов даже по такой приемлемой цене. Не везет, так не везет. Юлия Владимировна, делая подскоп, уперлась в газовую трубу. Ну и еще немного новостей от студии квартал 95. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любой праздник – это прекрасный повод для служебного корпоратива. А что такое корпоратив – это прекрасный повод для быстрых служебных романов. И у нас везде студии новостей через неделю после праздничного корпоратива. Степа, привет. Привет. А что такое странное? Что-то случилось? Странное, да? Случилось, Степа. Мне кажется, мы с тобой доиграли. Я вчера сделала тест на беременность. И что? Какой результат? Степа, камера, мотор, работаем. Добрый день. В эфире тревожные новости. Правительство США решило добавить на американский флаг две полоски. Лена, ты уверена? Точно две полоски? Да, я уверена. Не одна, а именно две. Степа, у меня флаг в сумке. Я могу показать. Ребята, соберитесь. Работаем. Да, извините. Новости спорта. Барселона выиграла у Вилья Реала с счетом 6-5. Последний гол у Барсы забил Месси. А ты уверена, что последний гол забил именно Месси? Да, я уверена. И после Месси никто не забивал? Нет, никто. Странно. У меня есть информация, что последним был Ильеста. Нет. Месси. А может мне позвонить Ильест и уточнить? Как хочешь. Я уверена, что решающий гол забил Месси. Не понимаю, как Месси вообще мог забить. Месси играл в защите. Нет, Степочка. В тот день Месси играл без защиты. Он же, видите ли, в защите игры не чувствует. А у нас срочная новость. Россия отказывается от Курильских островов. А ты уверен, что Япония потянет содержание Куриль в одиночку? Ничего страшного. Если что, Японии поможет Ильеста. А тем не менее, территория Японии растет с каждым днем. И скоро на Японию ни одни джинсы не налезут. Что вы думаете об этом, Степан? Я думаю, Елена, Японии стоит повторно пописать на американский плат. Имейте совесть, вы в прямом эфире. Да, извините. Ватикан заявил, что кардинал Бретоне снова станет папой. А Ватикан своей дурной башкой не подумал, что кардинал Бретоне не хочет быть римским папой. Что кардинал Бретоне хочет как раньше, бухать, гулять и веселиться. Хорошо, но если не кардинал, то кто же тогда будет римским папой? Я не знаю. Пусть Ильеста будет римским папой. Интересно, как ты себе это представляешь? Да легко. Покажем американский флаг, скажешь, поздравляем, Ильеста, ты римский папа. Курилы теперь твои. Что ж, и у нас на связи наш собственный корреспондент Андрес Ильеста. Да, Андрес? Нет, Лена, нет. А какие новости, Андрес? А новости у нас интересные. Да Ильеста дошли слухи, что Япония решила на него Курилы повесить. Так вот, я официально заявляю, что Ильест в последний раз был в Японии год назад. И то, далеко не ходил, так немножко по бережку прошелся, и все. Поэтому, Япония, давай, до свидания. Что? Да, Лен, да. Лен, может, мы прерывемся на рекламу? Ничего, я прерывать не буду. Лена, реклама? Компания Apple заявила, что в июне на свет появится новый айфончик. Я очень надеюсь, что этот новый айфончик не будет таким же козлом, как кардинал Бретоне. А и напоследок, Кабагоди. Да, вы знаете, Японию что-то снова местами трясет и немножко подташнивает. Извините, до свидания. До новых встреч! Спасибо, друзья, мы продолжим. Ну и раз уж заговорили о новостях вообще, о телевидении в частности, вы знаете, на самом деле у нас на телевидении происходят порой курьезные моменты, так сказать, непредвиденные ситуации, и об одной из них хотелось бы поговорить подробнее. Это точно. Итак, представьте себе, шел седьмой час непрерывной съемки передачи «Самый умный». Хорошо, что не разошлись. Итак, я напоминаю, у нас полуфинал программы «Самый умный» и вам осталось ответить на несколько вопросов. Итак, поехали дальше. В каком году? Дальше! Во сколько лет? Дальше!